В квартире Лилии Рахмановой ремонт идет полным ходом. Сейчас женщина ждет мастера, который соберет кухню. Особых проблем в новой квартире у нее не возникло. Больше всего Лилии нравится новый район. В принципе, неплохо. Все устраивает. Хорошо, что кухня большая, светлая комната тоже неплохая. Потихонечку начали устраиваться. Мебель делала на заказ, потому что здесь не очень удобно от балкона. Дверь немножко расположена. А так, в принципе, все хорошо. Начали вчера делать, сегодня в маше приедет, да делает. В соседней квартире также ведутся благоустроительные работы. Пока у людей есть определенные неудобства. Отсутствуют кровати, предметы интерьера. Но необходимые вещи уже есть. Холодильник, плита, чайник и стиральная машина были приобретены муниципалитетом на благотворительные пожертвования. Остальное, как признается хозяйка квартиры, дело наживное. Ну, работы много, конечно. Потому что надо и потолки вот у нас навесные, эти натяжные сделали. Вот мы теперь карнизы не потолочные, а такие, значит, купили. Вот будем сверлить, пригласили. Шкафы вот устанавливали. Но все потихонечку, помаленечку все восстанавливаем. Те мероприятия, которые проводятся по вопросам погорельцев, Юрий Швыткин держит на контроле. О них он докладывал в Госдуме. После массовых пожаров в крае был предпринят ряд мер, в том числе и со стороны Министерства по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, по недопущению и предупреждению подобных случаев. На мой взгляд, безусловно, 60, со слов вот сказали, 60 семей. В этом доме три семи, там и семь семей 15 октября тоже получат жилье. То есть, все сделано в этом плане так. И при этом побеседовали с жителями самими. Они довольны, побывали в квартирах, мы сами были, получили убедились. И, на мой взгляд, этот вопрос, можно сказать, закрыт. После встречи с погорельцами Юрий Швыткин отправился на заседание Каннского отделения партии «Единая Россия», с членами которой он обсудил политическую ситуацию в России и в Красноярском крае в частности. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов. Итоги недели.